Длительному сохранению подлежат свежие корнеплоды с окраской, присущей данному сорту, без трещин и повреждений. Корнеплоды маленького диаметра не годятся для хранения, их надо переработать или употребить в пищу в первую очередь. Оптимальный диаметр морковки 2.56 см. Для предупреждения порчи тонкие хвостики обрезают до толщины 0,5 см, а ботву – до длины не более 1 см. Оптимальные температурные показатели для сохранности моркови – 0 градусов Цельсия. При этом влажность воздуха должна быть в диапазоне от 90 до 95%. Сочные корнеплоды моркови, как и свеклы, при хранении подвержены заболеваниям. Нельзя допускать понижения температуры до минус 2 градусов Цельсия, так как корнеплоды замерзают и повреждаются, а при последующем оттаивании их ткани размягчаются и легко поддаются инфекции. В случае длительного повышения температуры до плюс 2 градусов Цельсия морковь прорастает, на ней появляется белая плесень. Зато при понижении температуры до температуры около 0 градусов Цельсия развитие бактерий и грибков практически прекращается. Когда морковь гниет при хранении, почему не стоит ее оставлять, даже если речь идет об отдельных экземплярах? Грибница, вызывающая гнили, быстро разрастается и переходит на здоровые корнеплоды. Особенно способствует этому повышенная влажность и температура выше плюс 2 градуса Цельсия. В экклиматических условиях европейской части России возможно хранение урожая моркови непосредственно на грядках. При таком способе с наступлением заморозков морковную ботву подрезают. Грядки с морковью укрывают листвой или соломой. Достаточно 20 сантиметров слоя. Сверху укладывают полиэтиленовую пленку. С наступлением зимы место хранения дополнительно утепляют снегом. Весной раскрывают гряды и выкапывают корнеплоды. Этот метод актуален в тех случаях, когда не хватает места в подвале, и часть урожая можно оставить на самый поздний срок. Весну, когда откопать его не составит труда. Точка обработка мелом. Корнеплоды очищаются от земли. Моются. Затем опыляются сухим мелом на 10 килограммов. Моркови достаточны 100-300 граммов. Можно использовать меловую суспензию. 100-200 граммов. Мела на 10 килограммов. Корнеплодов. Морковь закладывается на хранение сразу после обработки. Как правильно хранить морковь после мелования? В помещении необходимо обеспечить мощную вентиляцию, за счет которой в течение 2-3 дней морковь должна высохнуть. Вследствие испарения влаги с поверхности корнеплодов на них образуется тонкая пленка из мела. В дальнейшем за 2-3 недели температуру воздуха понижать до плюс 1-3 градуса Цельсия. При длительном хранении, до 0 градусов Цельсия, слой мела препятствует появлению грибковых заболеваний и сопутствующих бактериальных инфекций. Мелование не помогает при уже имеющихся бактериальных болезнях, но при соблюдении оптимального температурного режима, от плюс 1 градуса Цельсия до 0 градусов Цельсия, развитие бактерий останавливается. Обработка глиной. Глина разводится водой до густоты сметаны. В нее на непродолжительное время окунают корнеплоды. После высыхания на них образуется плотная глиняная одежда, которая препятствует высыханию и болезням. Обработка водным настоем шелухи лука. Для получения настоя пол ведра луковой шелухи заливают ведром горячей воды, около плюс 70 градусов Цельсия, выдерживают сутки. Затем опрыскивают полученным настоем морковь. Применяют также опыление корнеплодов измельченной луковой шелухой. Как хранить морковь в погребе? Пара классических способов. В погребе при наличии вентиляции достигаются практически оптимальные для сохранности корнеплодов условия. Лучше всего хранить морковь в погребе на зиму в открытых ящиках или корзинах. Данный метод хранения моркови в погребе на зиму предполагает предварительную обработку корнеплодов глины и последующую сушку. СМ. Выше. Другой вариант – хранить морковь в погребе зимой в пирамидах или бортах. Для такого способа хранения моркови в погребе зимой применяют песок. Внизу его насыпают слоем в двух сантиметрах. Затем укладывают ряды моркови, пересыпая слоями песка в одном сантиметре. Корнеплоды не должны соприкасаться. Их головки повернуты наружу. Периодически необходимо обрызгивать верхний слой песка. Он не должен пересыхать. В подвальном помещении всю зиму сохраняются хорошие условия для урожая. Как хранить морковь зимой в этом своеобразном овощехранилище помимо вышеперечисленных методов? 1. В ящиках со сплошными стенками и крышками. Желательно выбрать небольшие емкости – до 20 кг корнеплода в каждой. Отверстие щелей в ящиках быть не должно. Для герметизации в ящике можно постелить толстую полиэтиленовую пленку. Полезно пересыпать морковь луковой шелухой, песком, хвойными опилками или сухим мхом. Над полом подвала устраиваются невысокие помосты. На них с зазором от стены в 15-20 сантиметрах. Ставятся заполненные ящики. 2. В толстых, от 40 микрометров, полиэтиленовых мешках, до 50 кг. Моркови на мешок. Подойдут обычные мешки из-под строительного мусора. Особенно популярный способ хранения моркови в Сибири и на Урале. 3. На полках или в бортах. Хранение моркови в подвале на зиму при этом способе проводится на специально построенных полках или в бортах на высоте от 20 сантиметров. От уровня пола. Под морковь насыпается слой хвойных опилок. Затем укладывается морковь по очереди со слоями опилок. Содержащиеся в них эфирные масла успешно противостоят появлению гнили на корнеплодах. Как хранить морковь и в домашних условиях? Особенно острый этот вопрос волнует горожан, вырастивших богатый урожай моркови на своем дачном участке. Можно ли сохранить полезные свойства моркови в городских условиях? Как хранить морковь в квартире, особенно в условиях мегаполиса? В ящиках в самом холодном месте дома или квартиры. На дно ящика укладывается высушенная шелуха лука, затем слоями неповрежденная морковь, чередуемая с луковой шелухой. Если корнеплоды хранятся на балконе или лоджии, то при самых морозных днях они укрываются одеялом либо утепляются другими способами. Можно на время занести в квартиру. В холодильнике. Существует несколько способов как хранить морковь в холодильнике. Один способ – хранение моркови на зиму в пакетах в зоне свежести. Два-три немытых корнеплода укладывают в открытый полиэтиленовый пакет. Дожидаются их охлаждения и исчезновения влаги. Затем плотно упаковывают. Нужно следить за тем, чтобы морковь не проросла и не начала гнить. Точка двух способ. В морозильной камере морковь натирается или измельчается ножом и укладывается в пакеты небольшими порциями. На одно приготовление. Хранится в морозильной камере. Используется без предварительного размораживания. Точка хранения высушенной моркови. Как правильно получить сухую морковь? Для этого выбираются ранние сорта, которые имеют небольшую сердцевину и оранжево-красный цвет мякоти. Очищенную морковь срезается зеленая верхняя часть. Поврежденные области морковки следует бланшировать в кипящей воде. Достаточно 20 минут. Определяют готовность, прокалывая морковки с небольшим усилием. После охлаждают холодной водой, измельчают, режут лапшой, натирают на крупной терке или нарезают с толщиной до 3 мм. Сушат при температуре плюс 80 градусов Цельсия, затем при плюс 60-65 градусов Цельсия, время от времени перемешивая. Лучше это делать в специальных бытовых овощесушилках. Можно ли высушить морковь без овощесушилки? Да, аналогично рекомендациям по сушке чеснока, в духовке или над газовой плитой. Затем около двух дней держат морковь в открытых ящиках, а потом перекладывают в герметичную тару и хранят в темноте, прохладе и пониженной влажности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok